В Екатеринбурге сегодня проходит 9-я межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа. Свою продукцию представляют более 30 организаций Тюменской области. Экспозиция нашего региона посвящена производству и переработке сельхозсырья, научным исследованиям, а также проектам в области импортозамещения. Инна Михайловская продолжит тему. Столько еды в одном месте может быть только на выставке. А если она еще и межрегиональная, в стенды представили все субъекты Уральского федерального округа. Что касается Тюменского, без ложной скромности стоит отметить, что он отличается особым разнообразием. 32 предприятия и у каждого, помимо традиционной продукции, немало новинок. Новинка у нас ягодно-яблочная смесь, рябинка называется, в составе которой яблоки тюменские наши и чернокодная рябина. Также привезли остальные ягодно-яблочные смеси, это яяшка номер один, номер два, номер три, тюменский тую сок и смесь северянку. Неважно какая отрасль, молочная, мясная, рыбная, есть куда стремиться, потому что без новой продукции, ну просто никуда. Потребительские вкусы меняются и безусловно производитель должен не просто производить и пытаться продать то, что он производит, он должен угадывать, предугадывать предпочтения, вкусы покупателей и все время предлагать им что-то новенькое. В новой упаковке, с новым вкусом, с новым сочетанием, используя все современные маркетинговые инструменты для продвижения своей продукции. Новинки были и у соседей, например, Ямалонинецкий автономный округ. Ну там в основном производят и перерабатывают мясо, рыбу и дикоросы. А если их умело сочетать, вот вам и новый вид продукции. Мы свои школы полностью кормим нашим северным продуктом. Это пельмени и соленины, это рыба северная, это напитки, которые из дикоросов. То есть ребенок наш северный в школах, потому что мы еще школьным питанием занимаемся, получает полный набор продуктов уникальных. На стенде Курганской области было представлено также немало интересной продукции. Вновь избранный губернатор этого региона, Вадим Шумков, в прошлом работал в правительстве Тюменской области. И опыт развития нашего местного АПК он намерен также использовать в развитии своего сельского хозяйства. Прорабатываем дешевые кредиты для инвесторов в АПК. Займы фермерские, называемые, по 3% годовых. Плюс ввели также субсидии по приобретению оборудования. Я полагаю, что с будущего года потихоньку начнем стартовать. Помогает Тюменский актор. Спасибо родной Тюмени. Ну и возвращаясь к Тюменской области. За последние 5 лет в агропромышленном комплексе региона было реализовано инвестиционных проектов на сумму порядка 60 миллиардов рублей. Ну, кстати, их продукция, этих предприятий представлена также на этой выставке. В коротком выступлении на официальном открытии межрегионального форума Александр Мор был краток. С уважением отношусь к производителям из всех регионов, но тем не менее позволю себе сказать, покупайте Тюменское. На любой агропромышленной выставке проходит конкурс. В номинации «Новый вид продукции» участвуют 23 представителя Тюменской области. В номинации «Высокое качество продукции 65». Итоги станут известны 19 сентября. Инна Михайловская, Александр Изусимов. Тюменское время.